Сегодня в выпуске. Эпидситуация в Казахстане улучшается, в столице закрывают инфекционные стационары, а в Алматы смягчают карантин. Более подробно расскажем в ближайшие минуты. Еще один шаг к зеленой экономике. К 2025 году в Казахстане появится 59 новых объектов, возобновляемых источников энергии. Перепись, определяющая не только количество, но и качество, стало известно, сколько казахстанцев приняло участие в общенациональном опросе в первые два дня. В столице Казахстана поэтапно закрывают инфекционные стационары в связи с уменьшением роста заболеваемости коронавирусом. К слову, число заразившихся COVID-19 в столице снизилось на 21%. Об этом сообщили на брифинге в городском управлении здравоохранения. К примеру, буквально за последние два дня закрыли три ковидных госпиталя на 370 мест. Их развернули еще в мае-июле, когда разразилась эпидемия. Также на следующей неделе, в зависимости от эпидемиологической ситуации, инфекционные койки будут закрываться еще в двух больницах. В целом уровень заболеваемости вирусом в мегаполисе за месяц снизился в три раза. Тем временем в Алматы смягчат карантин. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача. Согласно документу, 6 сентября объектам-участникам АШИК в будние дни разрешена работа до полуночи, а для лидеров до двух часов ночи. Выходные теперь заведения могут посещать только граждане с зеленым статусом. 4930 заболевших с положительным ПЦР на COVID-19 выявили в Казахстане за минувшие сутки. Лидерство в антирейтинге по суточному приросту инфицированных по-прежнему занимает Алматы. В южном мегаполисе заразились 1287 человек. На втором месте Карагандинская область. Там 622 заболевших. В тройке столицу сменила Актюбинская область. Здесь плюс 339. С начала пандемии количество выявленных в стране случаев коронавируса превысило 803 тысячи. По данным Министерства здравоохранения, лечение от COVID-19 продолжает получать более 99 тысяч казахстанцев. Из них свыше 21 тысячи в стационарах республики. Отметив на сегодня, в Казахстане полностью прошли вакцинацию более 5 миллионов 559 тысяч человек. С 6 сентября власти Турции ужесточают карантин. Правда, новые ограничения по коронавирусу не распространяются на иностранных туристов. Однако эти меры будут обязательны для тех путешественников, у кого есть вид на жительство в стране. Об этом сообщает МВД республики. Так, с понедельника станет обязательным наличие ПЦР-теста или паспорта вакцинации для доступа в учебные заведения, кинозалы, театры и концерты. Кроме того, жители должны будут представить документ об отсутствии инфекции для междугородных поездок на общественном транспорте. Отметим, за последние сутки в Турции выявили больше 20 тысяч случаев заражения. В Израиле ревакцинируют детей старше 12 лет. Одно условие с момента второй прививки должно пройти не менее полугода. Кроме того, обсуждается возможность понизить возраст до 6 лет, то есть прививать уже первоклассников. Ведь есть опасения, что большое скопление непривитых, а это именно дети до 12 лет вызовет новую вспышку болезни. К слову, компания по ревакцинации в стране набрала невиданные обороты. В день прививают десятки тысяч человек. Власти во время праздничных дней планируют иммунизировать третьей дозой большинство населения. Власти Кубы решили вакцинировать от коронавируса детей с двухлетнего возраста. Сообщается, что прививать их будут вакцины из собственного производства. К слову, этот препарат пока что не был рекомендован Всемирной организации здравоохранения для экстренного использования во время пандемии. По информации Министерства здравоохранения страны, компания стартует с начала сентября. Таким образом, в декабрю власти планируют привить 90% населения. Отметим, на Кубе вакцину получили свыше полутора миллиона человек. Всего же с начала пандемии зарегистрировали свыше 200 тысяч случаев заражения. Казахстан может избавиться от тенденций по сокращению национального фонда. Это станет возможным благодаря созданию отдельной концепции управления госфинансами. Почему она так необходима и как расходуются деньги налогоплательщиков? На эти вопросы сегодня в ходе круглого стола ответил представитель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Рашид Ахметов. Он рассказал, что проводя проверки, сотрудники их организации зачастую выявляют систематические нарушения бюджетного и иного законодательства. А потому сейчас нужны кардинальные изменения, уверен спикер. По его словам, надо искать корни проблемы в устаревших законах, нормативно-правовых актах. Проще говоря, сегодня возникла острая необходимость систематизировать всю работу и выработать единый подход в работе с бюджетными средствами, государственными активами, словом, финансами в целом. В этом ключе именно концепция управления государственными финансами позволяет управлять бюджетной политикой и долгом, и государственным, и квадгосударственным долгом. Потому что раньше эти вещи решались разрозненно, в едином формате. И также формирование и использование средств национального фонда. Все поручения, исчерпывающие глава государства, в своем послании на этот счет отразил. Поручения даны. Развитие регионов. Эту тему затронул в послании народу президент Казахстана. Касымжи Мартукаев поручил принять соответствующие меры по повышению финансовой независимости регионов и совершенствованию местного самоуправления. Эксперты отмечают, что эти задачи соответствуют принципам концепции слышащего государства. То есть у каждого гражданина есть возможность внести свой вклад в развитие общества, в котором он проживает. Важнейшим шагом стало введение и прямой выборности сельских акимов. А в 2024 году граждане получат возможность в пилотном режиме избирать глав районов. Если они будут не только наверх, извините, отчитываться, но еще и будут думать больше о том, как к ним относятся непосредственно граждане, которыми они руководят, то у них будет больше желания принимать решения в пользу людей, не ждать окриков из центра, о чем было тоже сказано в послании. Президент считает, что недостаточно сверху нажимать для того, чтобы госаппарат правильно работал. То есть все-таки подотчетность населению в той или иной форме могут стать тем особым способом управления, который поможет Казахстану достичь той самой модернизации. Также глава государства рассказал об увеличении минимальной заработной платы, начиная с 2022 года. Так она повысится с текущих 42,5 до 60 тысяч деньги. Повышение минимальной зарплаты окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5%. У них не хватает денег на инвестирование в детей. У них не хватает денег на то, чтобы просто накопить, отложить на будущее. Я считаю, что это очень своевременная мера, которая действительно поможет казахстанцам увеличить свой доход. 59 новых объектов, возобновляемых источников энергии, появятся в Казахстане к 2025 году. Таким образом, их количество превысит 180 по всей стране, с мощностью порядка 4,5 тысяч мегаватт. Об этом заявил министр энергетики Нурлан Нагаев. По его словам, учитывая растущее потребление электроэнергии, развитие маневренных мощностей – важное условие для обеспечения энергетической безопасности Казахстана. Для реализации проектов привлекут около 1 триллиона тенге инвестиций. Таким образом, доля ВИЭ будет увеличена вдвое. Кроме того, в республике планируется выработать новые подходы по развитию мирного атома и водородной энергетики. В частности, будут выделены гранты и стипендии на обучение студентов в ведущих вузах мира по специальностям в этих отраслях. 93,5 тысячи казахстанцев приняли участие в общенациональной переписи населения, которая стартовала 1 сентября. Как показали первые дни кампании, больше всего заинтересованы в прохождении процедуры жители Павлодарской области. Так, на вопросы анкеты в регионе ответили больше 16 тысяч респондентов. В числе лидеров и столица нашей страны данные заполнили свыше 15,5 тысяч жителей мегаполиса. Среди них и первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев. Он отметил, что по результатам переписи можно будет оценить успешность проводимых реформ, эффективность работы областных и районных властей. «Нас интересует не только сколько нас, но, образно говоря, какие мы. Вопросник вошло очень много вопросов, но не все эти данные можно взять и вытащить из информационных баз. А перепись – это максимально точная социология, которая позволит нам понять реальное самочувствие населения». Сказал Даурен Абаев. Напомним, опрос можно пройти до 30 октября. Сбор данных осуществляется двумя способами – на сайте sanag.gov.kz и по домовой обход. Третий форум молодежи стран Тюркского совета состоялся в кыргызском городе Ош. Делегации из Казахстана, Турции, Узбекистана и Азербайджана поговорили о том, куда должны двигаться молодые люди, а также о сохранении духовно-традиционного наследия. С особым интересом участники форума отнеслись к инициативе президента Казахстана Касымжумарта Тукаева о создании предпосылок для развития молодежного потенциала. Кроме того, представители молодежных структур Ассамблеи, народов Казахстана и Кыргызстана провели отдельную встречу. Лидеры соседней страны интересовались нашими вузами и возможностью получать в них актуальное образование, а также предложили провести образовательную ярмарку. Страны договорились чаще встречаться и работать теснее, в том числе в онлайн-формате. «В сегодняшний момент именно конкурентная способность нашего общества зависит от того, насколько образованы будут наши граждане. И должно сегодня повышаться качество высшего среднего образования, об этом говорит президент. И были даны конкретные поручения правительству и парламенту Республики Казахстан по разработке законодательной базы и принятии тех решений, которые будут способствовать созданию конкурентной среды в сфере высшего образования». «Были обсуждены вопросы, вопросы сотрудничества в социальных сферах, в образовательной сфере, информационной сфере, волонтерской сфере. Обсуждали различные вопросы, наметили такой момент, что мы должны все-таки провести онлайн-конференцию и уже в рамках онлайн-конференции говорить о конкретике, какие проекты мы будем реализовывать». Участники экспедиции по следам предков побывали в отдаленном уголке нашей страны, в селе Урунхайка восточно-казахстанской области. Это типичная алтайская деревня, расположившаяся в живописном месте на берегу озера Маркоколь. В народе существуют различные мнения о происхождении названия поселка. Большинство говорят, что это перевод с калмыцкого языка. И он звучит, как вечерний ветер. По мнению руководителя экспедиции Сапара Искакова, это заблуждение. Происхождение слова Урунхайка не изучено до конца до сих пор. Несомненно, одно – этот островок цивилизации, окруженный зелеными долинами и быстрыми горными реками – одно из самых красивых мест в стране. Первый арабский ученый, которого мы знаем из истории Рашид Аддин, пытался выяснить, откуда произошло слово Урунхайка. Он относит его к племени, представители которого в основном проживают в республике Тыва. Это тюркоязычные народы. Получаются, они – наши предки. В Национальном музее Казахстана к 30-летию независимости открыли культурно-образовательный и экспозиционный центр вменом Казахстана. Там столичных детей будут знакомить с историей культурой и национальными традициями, а также обучать изобразительному и декоративно-прикладному искусству. По словам руководителя отдела педагогики и детского творчества музея Гаухар-Садыбай, на обсуждение проекта ушло около 3-4 лет и 6 месяцев на подготовку к открытию. Цель открытия этого центра – повышение знаний детей, интереса к истории. Он состоит из 10 различных зон – истории, географии Казахстана, национальных игр, природы, библиотеки. Центр оснащён игровыми и информационными зонами. У нас есть интерактивная карта республики, Великого шёлкового пути, мониторы и электронный киоск. Отметим, что в центре могут заниматься дети от 3 до 15 лет. В связи с карантинными ограничениями он будет принимать до 20 человек. По словам организаторов, после улучшения эпидемиологической ситуации количество посетителей будет увеличено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова